Ах, черт, мы снова идем. Нам нужно поговорить с этим самым, этим самым. Консьержем, а его нет на месте, собаки. Собственно, найти владелец тату-салона. В любом случае, владелец тату-салона каким-то боком в этом деле замешан. Кто-то должен знать, живет ли он в этом доме. Таблеточку синхоразины сюда. Красиво. Где искать этого одноглазого циклопика? Тавтологию сказал, ну и ладно. А, вот он. Братан. Тут небезопасно, слышишь? Там эта самая, собака дьявольская бегает. Эй, все в порядке. Эээ, да. А дождь вам не мешает? Иногда... Печет. И это помогает? Не сегодня. Вы знаете, кто владелец тату-салона? Ага. Жилец. Что? Он здесь живет? В этом доме? Где? Джек. Джек. Карна. Квартира 210. Второй этаж. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогой. Спасибо. Держи порох сухим. Нужно уходить. Уже иду. Ты как? Все нормально. Ты куда уходишь? Сюда? А, да. Пошел в эту тайную комнату, походу. Ладно, я в сухости. Не хочу замерзнуть. Эээ, квартира 210, сказал он нам. Джек Карнас, вроде бы, да? Джек Карнас, человек, которого еще живет в квартире 210. Нужно навестить его, пока это не сделал кое-кто... Опять я escape хочу нажать вместо центральной кнопки мыши. Пока не сделал кое-кто другой. Эээ... Кое-кто другое. Так, второй этаж. Второй этаж 210. А, мы тут были на втором этаже. Мы говорили с чуваком из 209. Ничего себе, у него квартира гигантская. Помню, мы по этой кухне гуляли. Было дело. Тут где-то лестница должна быть. А, не, не здесь. Сейчас, 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 сейчас. Вот сюда нам. Только не в подвал, а из подвала мы выбрались. Слава Господу. Привет, служивый казак. Так. Это первый этаж. То у нас граунд флор. Что так подфризивает сегодня? Игра. Не беси меня. Что, два фриза таких было странных. 210. 210 я иду. Ёбаный брат. Собственно, 210. Здравствуйте. Журнал расследования обновлен. Окей. Окей. Это что такое? Кровь. Обнаружена аномально-генетическая структура? Хуя. И еще. Воу. Что происходит? Ебать. Голюны опять. Что за нахуй? Это не может быть его квартира. Что она такая роскошная? Да? Прям. Для такого-то дома вообще супер квартира. Что у нас есть? Нельзя ничего забрать, подобрать. А с чем-то мне взаимодействовать-то можно вообще? Но я вижу розетку. Отключить нельзя. Ёбаный. Охуенно. Мы в ловушке опять. Опять в ловушке. А-а-а. Я понял. Нужно ловить волну. Блин, сложно. О, это просто чудесно. Спасибо вам, доктор. Это кто говорит? Спасибо, доктор. Кто это? Что за флешбеки? А что кресло такое модное с какими-то паучьими когтями? Оно нас не убьет сейчас? Это мало ли. Окей. Почему вы выбрали аугментацию? Мне хотелось разрушить границы, позволить людям полностью раскрыть свой потенциал и положить начало новой эре. Это что за нахуй? Пафосные слова. Некоторые бы сказали, что речь идет просто об улучшении качества жизни пациентов. Некоторым следует научиться мыслить шире. Наша подлинная цель состоит в усовершенствовании человеческого рода. И каждый субъект следующий шаг к достижению этой цели. Когда вы говорите субъект, что имеете ввиду пациента? А что еще я могу иметь ввиду? Если вы намекаете, что я лишен сострадания? Это что за нахуй происходит? Как будто каркас торс робота, который себя щекотит. Или что он делает? Ладно. Давайте дальше крутить. Окей. Где этот чертов говнюк? Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Я тут двигаться не могу. Что это такое? Мама? Мамочка. А вы как туда улетели? Ну давай дальше. В обратную сторону покрутим. Что за нахуй? Ёбана. Я же говорю, кресло нас убивать будет. Иди. Ты больше никому не причинишь вреда. Кресло сражается с креслом. Тут гладиатровский поединок целый. Окей. Договорились. Где нужная нам волна? Ну давайте. Где это? Русское радио... Ёбаный. Держи его, чёрт и отдери. Ёб твою мать. Кого нахуй держать? Тебя держать? Это было стрёмно сейчас. Слишком дикий звук дали. А-а-а. Я могу отматывать? Ахуеть. Чё это за магический... Магическая шарманка? Магическое радио. Это мозг кибать или что это? Не, я слишком большой для мозга. Что это, чёрт подери, такое? Что ты сделал с моей женой? Это не моя вина. Они будут знать моё имя. Тихо. А-а-а. Тут ручка сломалась. Ты кто такое? Ты мне не причинишь вреда? Пиздец. А-а-а. А! А, да, вот, вот тут есть пуп. В пуп тебе вилку в розетку. А-а-а. А это безопасно? Ёбаный врод. Делай ты, чё дальше. Теперь с тобой. Воспаление ткани. Оторжение импланта. Чё происходит, нахуй. Ни хрена себе нам перформансы тут устроили. Ага, вот он. Они не смогут обуздать мой талант. Они не будут... Они будут меня помнить. Да, Unreal Engine чудеса творит. Смотрите, чё может происходить в игре. Сверхновая родилась. Главное, чтобы нас сейчас не убило этим креслом или ещё чем-то. А где робот? А где радио? Да... Остановись ты! Дальше-то что? Ничего толком не узнал. Нам сюда? О, ёбаный врод. Чё происходит? Игра! Окей. Новая галлюцинация? Или... Да нет. Это ещё не конец. Новое представление? Так, окей. Ага. Вот. Видим эту тварь, которая убила Амира и Хелену. Я контролирую ситуацию. Я... Внимание, угроза дезинхронизации. Вводится лекарство. А, это был нейродопрос. А я и не знал. Что это, чёрт возьми, было? Как я здесь оказался? Вот и у меня тот же вопрос. Я... А он тоже мёртв, правильно? Всё, я понял. Это всё был нейродопрос. Матриарх, сообщи длительность последнего сеанса. Вы были подключены к системе 16 минут и 43 секунды в режиме реального времени. 16 минут? Неужели я теряю контроль? Это... Это был, оказывается, нейродопрос. Уже просканирован. Сосредоточься, Дэн. Постарайся вспомнить. Эрор. Кровь. Генетическая структура аномальная. Внимание, обнаруженная аномальная генетическая структура. Эта кровь отличается от крови жертвы. Нужно откалибровать след. Выполняется калибровка. Калибровка завершена, след найден. Нашёл. Окей. Изделие на заказ. Древесина, английский дуб, легированная сталь. Это, короче, палочка. Протезирование ног. Фильтрующий имплант. Гражданин Джек Карнос. Глазной протез. Так, это твоя хатка. Ну да. Короче, чё-то наш главный герой начинает немного забывать, чё он делает. А это плохо. Кровь. Кровь. Генетическая аномальная структура. Мы её видим. Внимание, угроза десинхронизации. Вводится лекарство. Синхронизм введён. Содержание штамма снижено. Всё, всё нормально, синхронизм. Чё такое десинхрон жёсткий? Синхронизм введён. Содержание штамма снижено. Ну. Да, стабильней. Стабильней стало. Короче, а это, оказывается, был нейродопрос. Однако. Это чё такое? Планшет. Персональный компуктер. Почитаем. Данные отсутствуют. Документы отсутствуют огнём и мечом. Не хочу почта. Ария восстановления лицензии. Джек, я всегда считал тебя настоящим другом и наставником. Хотя твои педагогические методы порой были рисковаты, они помогли мне стать хорошим хирургом. Поэтому позволь мне ответить любезностью на любезность и сказать прямо. Нет ни малейшего шанса восстановить твою лицензию. Обвинение, выдвинутое против тебя, советом слишком серьёзное. Я использовал всё своё влияние, чтобы поддать встречный иск, но их просто не сдвинуть с места. Даже спустя столько лет... Спустя столько времени, к тебе по-прежнему относятся как к отверженному. И семья пациента всё только осложняет. Боже, Джек, о чём ты думал? Установить непроверенный прототип пациента класса А? И ради чего? О, даже если бы всё сработало, тебя всё равно, вероятно, обвинили бы во врачебной халатности. Боюсь, какими бы ни были твои побуждения, тебе придётся смириться с последствиями. Искренне твой Герберт. Ты получил по заслугам. Не знаю, получишь ли ты это сообщение, но я надеюсь на это. Мне пришлось постараться, чтобы раздобыть этот адрес. В реальности мы никогда не встречались, но твои действия навсегда изменили мою жизнь. Точнее, они превратили её в кошмар наяву. Поэтому я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность. Почти два года прошло с тех пор, как единственной женщине, которую я любил в жизни, выпала незавидная честь оказаться у тебя под наблюдением. И хотя она так и не поправилась, и никогда не поправится, её врач настоящий врач, заметь. Наконец смог стабилизировать её состояние настолько, что ей стало относительно комфортно. Ради этого он также установил постоянную питательную трубку туда, где когда-то было её горло. А какой у неё был красивый голос раньше? Впрочем, тебе это должно быть безразлично. Я знаю, что социопата не трогает беда других людей, даже если она его собственное творение. Я никогда не питал вражды и не желал зла другим, но когда я смотрю на изуродованную полую оболочку, в которую превратилась моя жена, во мне появляются мысли и чувства, которые я считал прежде невозможными. К этому сообщению я прикрепил фотографию. Я хочу, чтобы ты хорошенько рассмотрел её и осознал, что ты сделал. Я хочу, чтобы она преследовала тебя до конца твоих дней. Я хочу, чтобы она напоминала тебе, кто ты. Всего лишь мясник, шарлатан, бессердечный и ничтожный неудачник. Не знаю, в какой вонючей дыре ты прячешься, но я надеюсь, что ты в ней сдохнешь. И когда это произойдёт, я желаю тебе гореть в аду. Не вылечил он кого-то, видимо. Или лечил не тем способом, которым нужно было. Каким-то экспериментальным. Снова видно. Привет. Я уверен, эта штука видна под кожей. Чешется очень сильно и становится совсем прошиво. Когда я прикасаюсь к ней, ты должен что-то сделать. Я не могу показываться на работу в таком виде. Свяжись со мной, как только получится сообщение. ХН. Хелена Новак. Осложнение. Я беспокоюсь из-за курьера. Сомневаюсь, что она выдержит такое давление. Она неразумна и склонна к истерическим поступкам. Я могу быть уверен в непогрешимости моего софта, как и твоего железа. Но человеческий фактор, как всегда, оказывается слабейшим звеном. Интересно, что опаснее. Привлечь еще одного исполнителя или продолжить, как сейчас, А. П. Спасибо за картину. Повешу ее прямо сейчас. Кажется, я знаю подходящее для нее место. Я так понимаю, вот это А. Это Адам, сын нашего главного героя. А Хелена Новак была вот тем самым курьером, которая переносила какие-то данные из Херона этому Адаму. Благодаря устройству, которое ей вот этот татуировщик Джек внедрил. У него же там подпольная лаборатория с имплантами. Бля, радио. Иди вон. Это что такое? Кредитный чип. Пять тысяч кредитов. Незарегистрированное хранение валюты. Кредитные чипы, такие же, как в квартире Хелены, только на них нет денег. Почему? Пять тысяч кредитов. Че я еще не осмотрел? Там какие-то предохранители. А, это проекционные картины. Я не понял сразу. 3D? Ну тогда ладно. Это что такое? Дав руку мне, чтобы я не знал сомнений, и обернув ко мне спокойный лик, он вел меня в таинственные сени. Сегодня я кое-кого встретил. Я не ожидал, что это проклятое место посетит столь вдохновенный молодой человек. Такой же изгнанник, как и я. Первооткрыватель в своем деле, угнетенный примитивными умами, не способными постичь истинное величие. Я решил помочь этому молодому человеку в его поисках. Уверен, в будущем его ждут немыслимые открытия. Синхронизм. Окей. Что еще есть? Залутать. Синхронизмчику не осталось, товарищ? Понятно. Опа. Только сказал. Синхронизм коллектив. Давайте. У нас десинхрон уже идет, что у него все быстрее и быстрее. Десинхрон начинает. Синхронизм. Везем. Содержание штамма сниженной. Запрещенное вещество 53Б. Количество 2 грамма. Предупреждение. Незаконный стимулятор. Это что такое? Карточка? Карточка. Коллекционочка. Кровь. Аномальная генетическая структура. Я так понимаю, мы сейчас по этим каплям крови будем идти, и мы будем искать этого убийцу. Тут что? У-у-у, синхронизмчик. Это мне. Ой, это... Ой, балуешь. Балуешь, игра меня просто. Синхронизм получен. А тут что? Тут ничего интересного. Аномальная генетическая структура. В смысле? Не могу закрыть дверь теперь? Ну и ладно. Журнал расследования обновлен. Во время борьбы убийца был ранен, теперь он оставляет за собой след. Если пойду по нему, то смогу наконец поймать этого ублюдка. Выследить убийцу. Генетическая структура. Генетическая аномальная структура. Отель, дие, капсульные отсеки, райский комфорт для всей семьи. Охуеть. Так, погоди, а куда она ведет? Ну, кровь. И что, сюда? Нет. Почему тут закрыто? Привет. А, на, вот кровяка вижу. И тут кровяка. В смысле? А что я не сделал? А, сюда? Что ли? Да. Бля. Тут же кухня. Тут же тупик. Он что, здесь окажется? Пиздец, стремно сейчас. Ой, не хочется мне туда заходить. Я знаю, что там тупик. Я там гулял уже. Я там гулял уже. Хе-хе-хе. Что это такое? Кто рычит? Блядь. Вижу кровь. Сюда? Да. Где я, блядь? У него галюны опять пошли, что ли? Что за нахуй? Карточка. Опять галлюцинации, что ли? Какие-то ебаные. Essential lockdown. Куда мне дальше-то идти? А? Подвал? Да нет. Блядь. Нет, только не в подвал. Да ну нахуй. Ну я так не хочу в этот ебучий подвал спускаться. Блядь, игра. Ну спасибо нахуй. Квартира 666? Охуенный намек. Спасибо. Уходи, давай, давай. Что это? Что бы то ни было, по съебам отсюда. Блядь, что там за хуйня? Да, мне сюда и надо. Где я нахуй вообще? Ебать. Его что-то кроет прям очень сильно. Очень сильно кроет. Окей, окей. Ага. Замечательно. Блядь. Фу, как некрасиво, неприятно и противно. Идти-то куда? Следы закончились. Тут сплошная кровь везде. Матриарх, предоставь мне данные по активности D3ATF в течение последних 15 минут. Активность не обнаружена. Не понимаю, я даже не подключился. Я что, сошел с ума? Что за нахуй происходит? А что с этим... Не, это галлюцинация. Не могло этого произойти за 10 минут с домом. Что за пиздец? Кровь. Кровь. Я даже пока что правильно иду. Ёбаны. Спокойно. Давайте без резких моментов. Пожалуйста. Взломать. Find Static Numbers. 2 0 И что 2-0? 2-0 что? Отлично. 2-0 куда? Что-то его прям кроет очень жестко. Это же... Почему он тут видит улицу? Здравствуйте. Как дела, офицеры? Все хорошо. Работайте, работайте, ребят. Не отвлекаю. Вниз. Еще вниз. Опять вниз. Вот и Киберпанк пошел. Вот и Неончик завезли. Оу май. Там была непотребщина какая-то. Дратути. Мне ведь сюда, да? Или нет? Что за нахуй? Ты кто такой, братан? Ты же меня не съешь? Выключи. 69. Что 69? Цифры две оставшиеся. Там я разгадал 2-0 и... Где выход? 2-0 69. Я правильно понимаю? Окей. Мы побежали обратно. Это кто-то нам такую подсказку, типа, дает? Кто-то в нас уже вселяет эти галюны? Вот эта гигантская башка. Может быть. Я ничему не удивлюсь. Remove your implant. Ой, ну хоть улицу рассмотрю. Кстати, это самая первая локация, в которой происходила первая сцена игры. Тут стояла машина. Ну, вот там на улице машина. И нам позвонили, я запомнил примерно, как она выглядела. Вот так и выглядела. Да, окей. 2-0 69, говорите? Да, доступ разрешен. Что-то не очень хочешь туда? Ладно, делать нечего. Делать нечего уже, как говорится. Ебаный рот. Что тут произошло? Что за жесткие галлюцинации у него? А это что такое? Понятно. Взаимодействовать нельзя. Ага, кровь вижу. Вижу кровь. Вижу, вижу, вижу. Это что такое? Банки. Похоже, как какая-то ловушка-погремушка. Ты идешь, вот они стучатся, кто-то подвесил их. Здравствуйте. Полиция Кракова, я должен вам задать несколько вопросов. Тише. Он услышит вас. Кто? Кто услышит? Тот, у кого много обличий. Мы не называем его имени. Воландеморт? Тот, у кого много обличий. Он живет здесь? Намного ниже. Он обитает под зданием. Сюда выходит только на охоту. Как его найти? Его не нужно искать. Он сам вас найдет. Он всегда находит добычу. О чем вы вообще говорите? Нет, я уже слишком много сказал. Разрешите вам помочь? Я не позволю ему причинить вам вред, если поможете мне. Я не могу. Простите. Он узнает. Но как? Он идет. Он идет. Блядь. Блядь. Он идет. Я понял. Он идет за мной. Побежали. Что за? Охренеть. Лес в тумане. Ё-моё, его кроет. Что происходит? А куда идти? Прямо? Блядь. Леса мне еще не хватало в этой игре. В тумане. Страшного. И странного. Сзади никого. Окей. А идти-то куда? Игра, намекни. Просто прямо шаребедь. Лань была какая-то белая, подсвеченная. Сука. Слендер начинается. Я вам кричу. Мне кажется, я проходил уже какую-то корягу, которая вот торчит слева. И банешься. Может, в сторону света как-то чапать? А, у меня тут есть мои синхронизации, то есть, его типа даже... А ну давай. Синхронизм ведем. Содержание штамма снижено. Что за нахуй, лис? Да, я по кругу хожу. Вот опять этот велосипед. Не коряга, это велосипед. Если я пойду в ту сторону, я опять приду к этому велосипеду. Вот он. Не, ну это ж пиздец. Игра, идти там никуда. Опять велик. Лол. Может, он показывает направление? Ну, потому что это единственная штука, которая есть помимо деревьев. Мне кажется, велосипед может показывать направление, куда идти. Окей, прямо. Ну, я просто хз. По какой еще штуке можно ориентироваться? Опять этот ебучий велосипед? Может, сесть на него и уехать? Нельзя на него сесть и уехать. Что? Это что такое? Что-то нажал. Да, галюны. Галюны, не иначе. Нашел. Ебать, я не знаю, что я нашел. Но я, как минимум, выбрался из этого леса. Так, давайте на этом останавливаться. Пожалуй, это по времени так-то вот как раз самое то, чтобы серия не получилась супер длинной. Интересно, уже следуем за убийцей? И он за нами, и мы за ним, и кто-то кого-то рано или поздно найдет? Неплохо. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на телеграм-канал, ссылка на который будет в описании под роликом. Ставьте лайки, комментируйте, и увидимся в следующей серии прохождения Observer System Redux и в других играх. Всех обнял.